Тема, которую мне предложили организаторы, она скорее связана с институциональным, с организационными вещами. Но прежде чем говорить об этом, я хотел сказать кое-что, то, что меня волнует с точки зрения содержательной и, может быть, заслуживает общего обсуждения, если такие вот конгрессы будут у нас и далее. Ну, во-первых, мне кажется, у них проблемы уже сегодня назывались. Ну, во-первых, эта проблема, я называю это феномен презентизма, то есть попытка использовать политическую конъюнктуру или заказ, или, как можно по-другому сказать, и оказать в какой-то мере давление на историков. Сегодня прозвучала блестящая цитата у Петра Петровича Тавочка из Соловьева. И вот эта проблема презентизма, мы когда-то, если кто помнит, в советское время об этом был разговор, она сегодня стала очень актуальной. Нельзя так рассуждать, как, скажем, одна же высказала, по-моему, там, министр культуры нашей о том, что это истинное, историческое истинное то, что нам сегодня нужно, понимаете. Вот это первая проблема. Вторая проблема – это узурпация занятий исторических за пределами профессионального сообщества. И при всем уважении к фольк-хистрии, разным другим формам, историческим реконструкторам и так далее, все-таки нам нужно здесь определить определенные границы красной линии, где именно профессиональные историки несут ответственность за тельные трактовки и их распространение в обществе, включая учебную литературу. Ибо вот те интерпретации, опять же, о которых говорил сегодня Пётр Петрович Толочка, они, если попадают, скажем, в школьные учебники, потом их топором не вырубишь. Они очень мощно вторгают в сознание молодого поколения, и мы это видим как можно легко переформатировать здесь взгляды на прошлое. И третий момент, он связан, скорее, такой с этикой, с профессионализмом. Мы уже переживаем тот период, когда люди, купившиеся дипломы и даже степени, сегодня производят уже себе подобных, преподают и обучают студентов, или якобы обучают студентов, и уровень и качество наших диссерационных работ, публикационных, произошла эрозия публикаций. Сегодня там 2-3 страницы считаются за научную статью, там 200 слов в резюме считается за публикацию. И вот эта погоня публикационная, вот этот ажиотаж, он резко снизил качество и требовательность к тому, что есть научная статья, тем более научная книга. Я думаю, что мы должны все-таки сохранить престиж, и сейчас за это боремся, прежде всего, научной монографии, как самого основного и важного результата научного труда историка, гуманитария, ну и, конечно, там статьи само собой. Вот это лишь некоторые содержательные вещи, о которых, может быть, потом на секции можно будет поговорить. И теперь я перейду, где? А, вот посмотрите, есть, оказывается, может, не все знают, но есть перечень важнейших направлений в области исторических исследований. То есть это есть перечень фундаментальных, в программе фундаментальных научных исследований, государственных заданий на 13-е и 20-е годы. Вот эти 8 направлений, в какой-то мере я лично участвовал в их формулировке и так далее. Они, сейчас мы над ними поработали и сделали другой вариант. Это вот вариант с 21-го до 35-го года. Посмотрите, здесь есть, казалось бы, в основном это повторяется, но, тем не менее, мы поставили на первое место уже, скажем, не этногенез, а теорию исторического процесса, исторического познания, проблемы эволюции человека, общества и цивилизации. Ну и этот перечень, кстати говоря, открыт, и я оставлю здесь организаторам эту презентацию. Если будут предложения по перечню основных направлений, фундаментальных исследований в области исторических наук, мы можем это далее использовать, или, вернее, учесть. Но это тот перечень, по которому мы расписываем все наши основные государственные задания и отчеты. И, в общем-то, недооценивать это тоже нельзя. Но, надо сказать, мы подходили к этому достаточно открыто, так, чтобы всем было место. И, если внимательно посмотреть, здесь, в общем-то, в принципе, все направления или поддисциплины исторического знания, исторической наук, которые есть. А, вот здесь я могу. Здесь можно вписаться. Но, тем не менее, еще раз говорю, давайте подумаем, посмотрим, поработаем вместе. Не только академии, но и университетское сообщество, где выросли в последние годы очень сильные кадры. Это основное, я считаю, ядро все-таки фундаментального научного знания исторического, где делается Российская Академия Наук, отделение историко-филологических наук, секции истории. Это то, над чем Российская Академия Наук осуществляет научно-методическое руководство. Это формально, ну, не только формально, я имею в виду и финансовые кадры, и во всех других учредителем является сейчас одно министерство вместе с нами, вместе с вузами. Но вот это те институты, так называемые центральные части, вот я даю их состав. Ну вот посмотрите, всего полторы тысячи научных сотрудников, из них 718 кандидатов наук и 385 докторов наук троятся, так сказать, в академическом секторе Российской Академии Наук, центральной ее части. Потому что я вам сейчас покажу еще и, ну и вот по институтам посмотрите. У нас в лидеры вырвался, если до этого был институт востоковедения, который сократился как минимум в два раза, а то и больше численность, то сейчас в лидеры у нас вырвался институт всеобщей истории, 258 научных сотрудников, и за ним дальше идет институт археологии, наш институт этнологии и антропологии, и также институт востоковедения, это по численности лидеров. Это тоже наши коллеги, историки, гуманитарии, которые работают за пределами центральной части, это условное отделение, но все-таки это институты, которые входят в уральское отделение с очень высокой квалификацией, кстати говоря, первого уровня института там и Новосибирск, это Дагестанский институт, это Дальневосточный ДВНЦ, вы знаете, что в Академии наук есть отдельные отделения, где, кстати говоря, свои вакансии для выборов есть, это Дальневосточная, Сибирская и Уральская, но есть еще научные центры у нас в Дагестане, и другие, вот перечень здесь есть и численность. Вот еще можно добавить сюда численность научных сотрудников, общая 832 и кандидаты 440 и доктора 220, но должен сразу же сказать, что здесь далеко не все историки, а есть и, скажем, лингвисты, филологи, но близкие все-таки по нашей специальности, но в основном это все-таки историки, археологи, этнологи, это вот перечень, вот, пожалуй, весь наш арсенал институциональный за пределами высшей школы. Кадровый состав научных организаций, да, но это я дал эту сводку общую, это 2250, кандидаты 1158 и доктора наук 605. Потом я покажу вам данные по защитам последних лет, и как-то можно посмотреть, какова у нас здесь перспектива и преемственность. Все-таки не сошли со сцены, я бы сказал, и мы бы хотели вдохнуть в них новую такую жизнь, это научные советы. Научные советы всегда были, и они сегодня сохраняются, хотя подверглись очень серьезной такой реорганизации, в том числе сокращению. При президиуме сейчас остались два совета. Мы восстановили старый совет, научный совет по теории истории мировой культуры. Им когда-то руководил Борис Борисович Петровский, потом академик Раушенбах, потом академик Рыжов. Потом им был преобразован в совет по природному и культурному наследию. Сейчас этот совет как бы упразднен, и мы восстановили этот совет, и Михаил Борисович Петровский его возглавил. Я думаю, что он здесь должен линию своего отца как-то продолжить. Вы помните их прекрасные издания, памятники, ой, как они назывались-то? Новые открытия, памятники культуры, и многие другие. И новый научный совет, созданный в прошлом году, это был совет по рекомендации, по поручению президента Российской Федерации, создан после одного из заседаний президентского совета. Его возглавляет академик Абриева и я, научный совет по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. А вот при нашем отделении, какие остались советы сейчас? Для вас это важно, поскольку мне бы хотелось, чтобы вузовские академические сотрудники приняли в них активное участие. Но экспертный совет – это особая история, не хочу сейчас об этом говорить, это больная, сложная, трудная вещь. Это то, что сейчас мы делаем экспертизу госзаданий, отчетов, планов, не только научных учреждений, но и вузовские тоже. Но остались небольшое число советов, на которые я бы хотел, чтобы вы обратили внимание. Это фундаментальный вопрос российской и зарубежной истории. Мы здесь объединили несколько советов и по международным отношениям, и внешней политики России, и по социальным трансформациям, если кто помнит, был когда-то совет по истории революции. Вот, это вот такой-такой общий совет, его возглавляет Юрий Александрович Петров и, по-моему, с кем-то вместе, сейчас точно не боюсь сказать. Научный совет по роли религии в истории, очень важный совет, и давно он есть, и он продолжает существовать. Очень активный совет, научный совет по экономической истории, сопредседатель здесь сегодня был докладчиком, Леонид Иванович Бородкин. Научный совет по коммерческим проблемам Востоковедения, это в основном совет на базе Института Востоковедения, и научный совет по полевым археологическим исследованиям, это на базе Института археологии, с которыми, скорее, так сказать, вот эти два последних совета, они как бы повторяют в какой-то мере деятельность Института. Национальные комитеты есть при нас, некоторые активно работают, некоторые нет, но археографическая комиссия старейшая, важнейшая, хотелось бы в нее вселить какой-то новый дух. Сергей Михайлович Каштанов и по возрасту, по состоянию здоровья немножко сейчас снизил свою активность, но я бы призвал вас как-то обратиться к ней и помочь в деятельности. Ну и национальный комитет у нас есть, византинистов, историков, словистов, тюркулогов, это вот комитеты. Про достижения говорить не буду, это, значит, тут отдельный разговор, но только хочу сказать, что все фактически за последние 20 лет получают государственные премии в области гуманитарных наук, которые достались гуманитариям. Вы знаете, что государственные премии присуждают их три в области науки, и далеко не каждый раз она достается из трех одна гуманитариям, а как бы через раз. Но, тем не менее, все за последние 20 лет они были получены представителем в основном нашего профиля, исторического профиля. Не социологи, не политологи, не экономисты эти премии не получали, а вот начиная, по-моему, там с Молодина, Молодин, Залезняк, Деревянка, китаисты наши, Наумкин, потом Чубарьян, и я тоже получал. И, в общем-то, это какая-то в какой-то мере аттестация качества нашей академической науки. Так, про достижения-то не по содержанию, поскольку я речь веду только об институтах, кадрах и темах. Экспертная деятельность – это то новое, на что мы нас вывели, Академия наук. Честно скажу, я не в восторге от того, что Академия наук сейчас превращают в некую такую государственную инспекцию типа Рособранадзора, МЧС или санитарной инспекции, потому что самые ненавидимые государственные учреждения в стране – это вот такие инспекции. Вот мы теперь будем инспектировать или, вернее, выносить вердикт о том, в какой категории открыть или закрыть или прекратить исследование той или иной темы. И это очень ответственная и большая работа, но уж, как видимо, решили добивать Российскую Академию наук, в том числе и вот повесив на нее очень сложную. Я считаю, что для нас бы хватило экспертизы каких-то общероссийских крупных программ и проектов, а не вот тонну весом отчеты всех вузов, университетов 700, которые приходят в Академию, которые надо разрезать по дисциплинам, по отделениям. Мы получаем историко-филологическую часть и по ней, значит, совершаем экспертизу. Но, тем не менее, мы при всей сложностях этой и деликатности этой проблемы, мы эту работу ведем уже второй год, и вот в 2019 году мы провели что-то около 800, по-моему, экспертиз. И здесь я сейчас вам даю цифру экспертизы в оценке действий, результатов действий научной организации. То есть речь идет об отнесении к категориям первой, второй и третьей категории. Ну вот 10% у нас попали в третью категорию научной организации, утратившей научную деятельность в качестве основного вида деятельности и перспектив развития. Это очень серьезный вывод, но я сам смотрел лично эти отчеты, но это действительно ужас. Все-таки наша провинциальная вузовская наука, она в основном вторична. Это только лишь лидеры некоторые, может быть, максимум десяток наших университетов, где можно говорить о хорошем, добротном или высоком уровне академической науки. В остальном, в основной массе, это вторичные, это преподаватели, которые перегружены колоссальными учебными заданиями, занятиями, не имеют собатикал, не имеют академического отпуска и вынуждены еще писать, заниматься наукой. Конечно, мы ставим не очень высокую оценку результатам этого труда, и это вызывает, конечно, отрицательную реакцию. Ректора начинают там жаловаться, а кто нас имеет право судить. А некоторые вообще считают, типа Выше школы экономики, что не Российская академия наук судить то, чем мы здесь занимаемся. Но закон требует от ран заниматься этой деятельностью. Мы будем ей заниматься и оценивать, включая и Высшую школу экономики. Так, это тематика научных исследований, которая планируется на плановый период 2020-2021 годов. И вот то, что мы сделали в 2019 году, одобрено 75% заявок на госзадание 2019 года, и 25% нами были несогласованы или отклонены. Тоже очень серьезная вещь. Но, знаете, вот это, но я не хочу ее назвать чисткой, но вот это первый подступ к тому, что есть сегодня. И это, в общем-то, и задача министерства в какой-то мере сбросить балласт того, что накопилось вторичного или псевдонаучного. Я уверен, что в следующие годы это будет все меньше и меньше и меньше, но вот результат такой первого года или двух, или, может, трех лет, он будет, конечно, не самый позитивный. Но не хочу приводить никаких примеров. Мог бы привести примеры, и Вы бы убедились, что это, в общем-то, в принципе, достаточно объективные оценки. Ну, вот такие очень резкие по итогам, по полученным итогам, по отчетам. 4% мы рекомендовали приостановить финансирование, и 96% продолжить финансирование. Те госзадания, которые выполняются. Тоже, Вы думаете, 4% это очень серьезно. Это, значит, люди должны, строго говоря, они вообще должны вернуть деньги даже в бюджет, если это считается невыполненным госзаданием. Вы мне скажете тогда, когда время кончится, ладно? Но, в принципе, это 4% это вот такой. Хорошо. Экспертные деятельности мы рекомендовали приостановить. Так, тема завершена. Теперь по кадрам. Более чем в 80 вузах сейчас у нас ведется подготовка специалистов-историков по следующей специальности. Вы знаете, историю, документоведение, антропологию, антропологию, археологию, магистратура здесь названа. И около 80 вузов страны имеют аспирантуру по направлению подготовки исторической науки и археологии. Мы сейчас хотим переназвать по-другому эту дисциплину просто, наверное, исторической науки. Вот, что такое? Это защищенные. Вот защищенные диссертации. Это 2018 год. Вот я таблицу покажу. Сейчас я буду заканчивать. Это вот защищенные диссертации. К. К. Это кандидаты, Д. Доктора. Вот по направлениям исторических дисциплин и поддисциплин года 16, 17, 18. Ну вот видите, лидеры, конечно, отечественная история. Вот здесь, на предыдущей здесь есть свод. Отечественная история 198 работ, в том числе 34 докторских. По всеобщей истории 64 работы. Это 2018 год. 9 докторских. По истории международных отношений 25 работ. И по археологии 21 работ, в том числе 2 докторских. А, и скажу о проблемах, между прочим. Конечно, это не входит сейчас в мои задачи анализировать подробно. Но кое-что я могу сказать. Вот если диссертация защищается в региональном центре, то, как правило, оппоненты и ведущие организации из этого же региона. А статьи публикуются в местных изданиях, входящих в перечень МАК, обычно в вестниках региональных вузов. Бывают исключения. Но общая практика именно такая. Хорошо или плохо? Проблемы здесь есть, надо отдать подумать. Второе. Многие соискатели затрудняются сформулированием методологических принципов собственного исследования. Часто одни и те же ритуальные фразы, иногда лишь в несколько коммунифицированном виде переходят из диссертации в диссертацию. Я о плагиате здесь не говорю. Это отдельный ман-блан, так сказать, проблема колоссального значения. Соискатели. Третье. Соискатели указывают список публикаций текста объемом 0,10 авторского листа и менее, включая тезисы докладов для исторических специальностей, за исключением пожалуй археологии, текст такого объема не может считаться полноценной научной публикацией. Это моя точка зрения. И вот уже на это не хватает. Я еще подготовил презентацию или мне подготовили по моей просьбе, поскольку я член бюро РФФИ, и мы распределяем гранты кое-что, потому как у нас историки сегодня получают гранты по линии РФФИ. В целом это немножко меньше, чем было, когда РГНФ был отдельным. Но часть идет по целевым конкурсам. Вот смотрите, был целевой конкурс. Петровская эпоха в истории России. Вот исторические науки получили там 70%. Вот был конкурс России и Ближний Восток, Палестина. А суммы там были большие, там десятки миллионов. Историки получили больше всего. Вот издание лучших научных трудов представители исторической науки получили здесь. Это лучшие научно-популярные труды, конкурс был. Тоже, видите, исторические науки доли их. Но это, ладно. Финансирование проектов по историческим наукам в 19-м году. Исследовательские проекты 95 миллионов. Мало, могу честно сказать. И готов здесь повиниться. Но отстоять это очень трудно в слившемся, вернее, в РФФИ. А если еще сольют РФФИ с РНФ, я думаю, еще будет труднее. Ну и на конференции 22 миллиона, и на Палестину. Видите, на целевые конкурсы ушло довольно много. Вот этот отказ просто от финансирования обычных исследовательских проектов традиционных наших в пользу разных целевых конкурсов, также междисциплинарных, он тоже тренд, в котором приходится нам работать, надо в них участвовать. Но я считаю, что вот эта увлеченность, одержимость междисциплинарностью приводит к тому, что я называю внедисциплинарностью. Потому что настоящая междисциплинарность предполагает очень строгий и высокий уровень дисциплинарности, а уж потом делайте сотрудничество. А когда не поймешь, в какой дисциплине человек работает, какая у него позиция методологическая и прочее, и все это называется междисциплинарностью, то это не междисциплинарность, а внедисциплинарность. Вот как сейчас теперь стали распределяться деньги по историческим дисциплинам в РФФИ, академические учреждения, научные учреждения высшей школы, вернее, численность проектов, по деньгам не могу сказать, численность проектов, видите, 195 вузы, 300 академические учреждения, научные центры и остальные. Вот если посмотреть по соотношению по дисциплинам, РФФИ, опять говорю, только РФФИ, смотрите, мы сдали позиции. Если в РГНФ историки были почти половина, я в РГНФ был с самого начала, с самого первого состава, один раз выходил я на какой-то период из состава совета, вот, то сейчас мы историки, хотя и среди гуманитариев на первом месте, но нас поджимают философы, что я считаю не очень справедливо, но экономика всегда была довольно низкая, психология вырвалась, филология очень хорошо, историко-филологическое отделение на первом месте, но мало, надо больше. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ